Здравствуйте, дамы и господа! Меня зовут Скорбатюк Ольга Владимировна. Я продолжаю цикл своих выступлений на телеканале Теледамский клуб в программе «Сексуальная революция». В этом ролике я хочу сделать подарок всем, кто любит секс. Тем более он выходит в преддверии праздника 8 марта. Правда, женщины убеждают всех в том, что секс нужен только мужчинам. И они называют их обидными прозвищами типа «козел», но это очень далеко от правды. Доказательство этого сегодня я расскажу про мужчин и женщин, рожденных 5 марта невисокосного года. Кстати, рожденные 4 марта невисокосного года имеют те же программные особенности, что и рожденные 5 марта невисокосного. Сейчас я прочитаю кое-что из материалов по этой структуре. Итак, у этих женщин и мужчин в жизни сначала секс, а потом все остальное. От рассвета до заката рожденные 5 марта борются с одной единственной мыслью – с кем бы переспать. Они готовы заниматься сексом, не спрашивая порой, как зовут партнера. Половое влечение у них никогда не заканчивается. Их жизненная кредо – всегда. Только выбирайте не слишком молоденьких. Сами понимаете, опыт приходит через большое количество терпеливых экспериментов. В принципе, с такой огромной сексуальной активностью 5 марта в 25-30 лет вполне можно считать зрелым объектом в сексуальном смысле. С очень богатым опытом, который вас вряд ли разочарует. Правда, если вы хотите приобрести рожденных 5 марта в долговременное пользование, знайте, что пользоваться этим сексуальным шедевром вам придется далеко не в одиночестве. Эти сексуальные перпетум-мобили зачастую склонны стенать о своей извращенности, распущенности, неуправляемости. Постарайтесь отнестись к этому по-философски. Я думаю, этот маленький недостаток потеряется на фоне осуществленных ваших самых буйных сексуальных фантазий. Поэтому тем, кто собирается сделать себе подарок на 8 марта в виде глубочайшего сексуального удовлетворения, рекомендую обратиться к этим сексуальным гигантам. Если, конечно, вас не напугает перспектива, в течение 24 часов быть впрессованным заподлицовым матрас, а также буйная лобковая растительность и своеобразный аромат от ног. Если не пугает, рекомендую срочно понравиться рожденным 5 марта. Как? Попробуйте следующий рецепт. Для того, чтобы соблазнить 5 марта, необходимо запеть о замужестве, то есть о женитьбе. При этом надо постоянно хранить на лице спокойствие и представлять себя энергичным, интеллигентным, немножко аристократичным человеком. Этакой независимой кошечкой или котиком, который занимается наукой, творчеством или бизнесом. Нужно говорить о том, что вы способны быть верным супругом, хотя и ревнивым. Как вы любите детей, как вы будете ревностно оберегать ваш семейный очаг. Убедите рожденных 5 марта в том, что все семейные проблемы вы возьмете на себя. Чуть не забыла, вам необходимо намекнуть, что вы имеете очень серьезные знакомства и можете поспособствовать занять 5 марта достойное положение в обществе. Обеспечьте необходимыми знакомствами, устроите нужные встречи, общение с нужными людьми. Короче говоря, будете всячески помогать им, так как считайте, что вдвоем всегда надежнее прийти к необходимому решению. Не забудьте добавить, что вы женитесь и выходите замуж раз и навсегда. Что развод для вас несчастье, трагедия, можно сказать, крушение всей вашей жизни. Напрягите вашу фантазию и расскажите, желательно увлекательно, о свадьбе, которая должна быть обязательно, непременно роскошно-помпезно, но в узком кругу. С нужными людьми, интеллигентной, без младобора. И что родителям на свадьбе будет отведено достойное место. Добравшись до постели, не забудьте проявить силу, экспрессию. Словом, занимайтесь сексом так, чтобы люстра у соседей внизу раскачивалась и побелка с потолка сыпалась. Если этим роликом, как рецептом воспользуются мужчины с ограниченной потенцией или любящий быстрый секс, я рекомендую прикупить ведро Виагры. Иначе вы можете опрестволоситься. Кстати, намекните то, что вы обладательница или обладатель солидных денег. Может быть, в виде вот-вот отформленного наследства. Постарайтесь проспрашивать о том, о сем рожденных 5 марта. Поговорите о ней, любимой. Но не слишком навязчиво, так как о себе и о своих делах 5 марта не очень охотно распространяются. Хочу вас, дамы и господа, предупредить, что необходимо за благовремя узнать, в какой сексуальной ориентации стажируется 5 марта. А то вы можете нарваться на нетрадиционное видение сексуальных отношений. Если хотите добиться своего, не уступайте вождем, который командует как прапорщик на плацу. Это может отпугнуть 5 марта. Если нет желания больше сотрудничать с этим объектом, и вы уже добились своего, можете смело закручивать гайки, контролировать, управлять. Вожденам 5 марта это очень не нравится. Они будут сразу искать, куда бы ему лизнуть. Не пугайтесь. Если снова захотите попользоваться 5 марта, то разыграйте сценарий с самого начала, объяснив свой неожиданный вождизм, ну, к примеру, приступом ревности. Слишком не напирайте. 5 марта сами достаточно нетерпеливы. Особенно, если обстановка располагает дом, квартира, дача. Секс в лифте, в примерочной кабинке под лозунгом «Давай сделаем это по-быстрому» рожденными 5 марта не приветствуется. Если же вы хотите расторгнуть отношения, то не стесняйтесь, а наоборот, решительно настаивайте на бестротечном сексе. Если вы старательно заносите всех своих сексуальных партнеров в записную книжку, то постарайтесь, чтобы награла за 5 марта. Эта летопись не попадалась. Или попадалась, но в том случае, когда вы захотели скандальный разрыв якобы навсегда. Но если у вас такой книжки нет, ее нетрудно завести и записать туда побольше абсолютно вымышленных имен. Даже если 5 марта им позвонит, то их отрицательным ответом тем более не поверят. И это и будет наставить на разрыве отношений. 1. Никогда не выступайте безупречной личностью, которая говорит о себе как о безупречном человеке во всех отношениях. 2. Желательно придержать свое словословие, как о самом замечательном объекте. 3. Решили порвать с 5 марта? Делайте это решительно. 4. Не надо пытаться оставить дружеские отношения. Лучше рвите трагично раз и навсегда. Это залог того, что вы сможете еще и еще раз вернуться к сексуальным услугам 5 марта. 4. Если вы решили очаровать 5 марта своими связями с криминалом или будете вести себя как недавно освободившийся зэк от морозок, это бесперспективная презентация, которая скорее отпугнет, чем привлечет их. Что поделать, 5 марта не любят асоциальных личностей. 5. Вам вдруг разонравился перспективизм над сексом с рожденными 5 марта? 5. Бывает, но до этого вы сыграли сценарий обольщений 5 марта. 5. Вами очарован или очарован? Очарованно. 5. Тогда рецепт по отпугиванию может быть очень прост. Ущипните его или ее как следует. 6. А еще лучше укусите, якобы в порыве страсти. 6. Если же при этом от вас будет пахнуть чесноком, эффект по отпугиванию вы получите незамедлительно. В довесок предложите грубовой секс и постарайтесь на этом настаивать. Расставание будет очень скоро. Вот, собственно, и все. В заключение я обращаюсь непосредственно к рожденным 5 марта. Вам не стоит обращаться к священникам, гуру и другим источникам за информацией по усмирению своих сексуальных аппетитов. Лучше обращайтесь к гинекологу за рецептами от венерических заболеваний. И не обращайтесь в мысль, что объекты, с которыми вы занимаетесь сексом ради карьеры, в соединении приятного с полезным, менее всех этой пакости подвержены. Дамы и господа, успехов вам в проверке этой информации. Надеюсь, у вас хватит талантов сыграть этот сценарий. Особенно я надеюсь на женщин, так как они прирожденные манипуляторы. А за дополнительной информацией обращайтесь на сайт «Власть. Деньги. Здоровье».